Всем привет, девочки мои! Сегодня я буду рассказывать, делиться секретами, как же заставить мужа делать ремонт. Ведь им ремонт не нужен, их все всегда устраивает. Такое ощущение, что они не видят. Штукатурка падает, все облезло, уже жить в этом невозможно. А у них все возможно. А почему? Потому что они мир видят совсем другими глазами. Раньше мужчина, у них взгляд был все время на уровне груди. То есть где-то вот тут, вот тут у них был на уровне груди. Он приходит домой, опа, а вы тут такая. И все, его взгляд только на этом концентрирован, он только об этом думает. И в те счастливые времена было легче уговорить мужчину, потому что у нас было вот это вот оружие, самое главное оружие. А теперь еще хуже, еще сложнее. Вот самый главный враг ремонта. Потому что муж теперь смотрит ниже туда, не видит ничего вокруг. Кто-то тут убрался, кто-то его тут покормил, и он, хопа, и видит тебя только в инстаграме, больше никак. Если ты там в инстаграме вот так поставишь, то он только лайк тебе поставит, больше ничего. Поэтому все сложнее и сложнее уговорить его на ремонт, ведь он прекрасно понимает, что это ему делать. Самая главная для него беда, это шоппинг, ездить по магазинам и все выбирать. Это даже страшнее, чем сам ремонт. Он же не дурак, он все понимает. Поэтому либо он не хочет замечать, либо он делает вид, что его все устраивает. Как же сделать так, чтобы его ничего не устраивало? Это серьезная стратегия, долгосрочная, когда нужно заманить мужчину в ремонт. Это даже сложнее, чем заманить замуж. Сначала я расскажу, что не стоит делать, потому что женщины идут сначала по пути скандал. Девочки мои, что такое скандал? Это только нервотрепка. Вы все ругаетесь, ругаетесь, вот посмотри, ты чего не видишь, вот посмотри, ты что не видишь. Он слышит только звуки, он не слышит проблемы. И в результате этих скандалов страдаете только вы. Но еще большую ошибку допускает, если во время скандалах еще упоминают неких женщин, которые говорят, вот у Дуськи там все хорошо, вот у Ленки там смотри как хорошо. Зачем вы напоминаете ему, что существуют другие женщины, и у них вон как хорошо. У них-то уже сделан ремонт, и все хорошо, значит надо идти к ним. И еще неверная стратегия, это стимулирование тем, чтобы он взял с кого-то пример. Вот возьми пример с Васьки. Какой он трудолюбивый, мы же к нему в гости ходим, он там все своими руками делает. Эта стратегия не срабатывает, потому что как-нибудь с Васьком они выпьют пивасика, и тот всю правду про ремонт ему расскажет, как он там геморроялся, как ему там было, и как с Тями, как жена его достала, пока делали ремонт. Поэтому настоящая женщина выбирает стратегию ласки. Секс самое главное женское оружие, но его надо правильно применить. Самая главная правильная стратегия, чтобы у вас начался дома ремонт, это секс сверху. Обосную. Вот смотрите, пришел ваш муж домой, оторвался, смотрит на вас, все готово, уткнулся. Его мир состоит из вот такого экрана. И что он там видит? Он там видит вас, все нормально, видит подушку, с ней все нормально, постиранно чистенько, просто. Пых-пых-чих-пых, и ремонта нет. Что же делать? Что же делать? Перевернуться. Чпок-чпок. Выбираем самую проблемную точку, и ваша позиция должна соответствовать тому, чтобы до его взгляда был направлен именно туда. Только в ласках и только с нежностью и с получением процесса удовольствия вы преподносите все в красивых рюшечках. Посмотри, а вот здесь вот если, а вот тут вот как бы, да посмотри, как это будет, да ты посмотри. И он запоминает ваши слова вместе с удовольствием. И это движение вперед, это большой прорыв, он заметил проблему. Но на этом нельзя останавливаться, продолжаем использовать инстаграм. Перестаньте туда фотографировать себя. Нужно фотографироваться на фоне проблем, чтобы он сказал, ну ты что, фон-то какой-то выбрала, это что такое? Ты же, дорогой, а где мне еще фотографироваться? Значит, у нас творится дома, пусть тебе будет стыдно. Значит, на фоне этого фотографироваться стыдно. А жить в этом не стыдно. Пора менять фон. Следующий этап это показывать ему красивый интерьер. Ой, дорогой, а вот это вот, посмотри, какая тумбочка красивая. Ой, посмотри, какой диван. И на этом слове зафиксировала. Ремонт начнется, когда вы начнете выбирать диван. Потому что диван это центральное место размещения вашего мужа. И только он имеет значение. Поэтому сначала выбираем удобный диван. Идем в магазин, сажаем на все диваны. Но наш-то совсем плохой. Как ты можешь на нем смотреть свой футбол? Это же невозможно. Тебе же неудобно, дорогой. Давай купим диван. Ты бы не можешь без дивана. А скоро чемпионат мира. А на нем даже твои друзья не поместятся. И как только вы поменяете диван, он однозначно не будет подходить к вашим обоям. И вы сразу говорите, ну, извини, дорогой, мы же тебе купили диван. Нет, мне нужны обои. Тут все и начинается. И еще один секрет. Не используйте отказ от секса, пока у вас не начался ремонт. Потому что это единственный аргумент у вас будет в продолжении и в его завершении. И в покупке именно нужных для вас вещей. Всем пока. Надеюсь, что мои советы вам пригодились. Делитесь этим видео. Но, пожалуйста, моему мужу его не показывайте. Потому что мне нужно закончить еще этот ремонт. И еще, конечно же, у меня впереди ремонт. А еще дача у тещи. Нет, это наш с вами секретик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok